Экваториальный лес. Я поставил палатку на каменном склоне обесинских забегающих с западу гор и беспечно смотрел, как пылают закаты над зеленой крышей далеких лесов. Прилетали оттуда какие-то птицы с изумрудными перьями в длинных хвостах. По ночам выбегали веселые зебры. Мне был слышен храп и удары копыт. И однажды закат был особенно красен, и особенный запах летел от лесов. И к палатке моей подошел европеец, и с худалой небритой и есть попросил. Вплоть до ночи он ел неумело и жадно, клал сардинки на мясо сухого ломоть, как пилюли проглатывал кубики магии и в абсент добавлять отказался воды. Я спросил, почему он так мертвенно бледен, почему его руки сухие дрожат, как листы. Лихорадка великого леса. Он ответил и с ужасом глянул назад. Я спросил про большую открытую рану, что сквозь тряпки черня на впалой груди. Что с ним было, горилла великого леса? Он сказал и не смел оглянуться назад. Был с ним карлик, мне по пояс голый и черный. Мне казалось, что он не умел говорить. Точно пес он сидел за своим господином, положив на колени бульдожье лицо. Но когда мой слуга подтолкнул его в шутку, он оскарил ужасные зубы свои. И потом целый день волновался и фыркал, и раскрашенным дротиком бил по земле. Я постели предоставил усталому гостю. Лег на шкурах пантер, но не мог задремать, Жадно слушая длинную дикую повесть. Лихорадочный бред пришлица из лесов. Он вздыхал, как темно, этот лес бесконечен. Не увидеть нам солнца уже никогда. Пьер, дневник у тебя на груди, под рубашкой. Лучше жизнь потерять нам, чем этот дневник. Почему нас покинули черные люди? Горе, компасы наши они унесли. Что нам делать? Не видно ни зверя, ни птицы. Только посвист и шорох вверху и внизу. Пьер заметил костры. Там, наверное, люди. Неужели же мы, наконец, спасены? Это карлики. Сколько их, сколько собралось? Пьер, стреляй. На костре человечей нога. В рукопашную, помни, отравлены стрелы. Бей того, кто на пне. Он кричит. Он их вождь. Горе мне. На куски разлетелась винтовка. Ничего не могу. Повалили меня. Нет, я жив, только связан. Злодеи, злодеи. Отпустите меня. Я не в силу смотреть. Жар от Пьера. А мы с ним играли в Марселе. На утесе у моря играли детьми. Что ты хочешь, собака? Ты встал на колени. Я плюю на тебя, омерзительный зверь. Но ты лижешь мне руки. Ты рвешь мои путы. Да я понял. Ты богом считаешь меня. Ну, бежим. Не бери человечего мяса. Всемогущие боги его не едят. Лес. О, лес бесконечный. Я голоден, ака. И злови, если можешь, большую змею. Он стонал и хрипел. Он хватался за сердце. И наутро, почудясь, мне задремал. Но когда я его разбудить попытался, Я увидел, что мухи ползали по глазам. Я его закопал у подножья пальмы. Крест поставил над грудой тяжелых камней. И простые слова написал на дощечке. Христианин зары здесь. Молитесь о нем. Карлик, чистя свой дротик, смотрел равнодушно. Но когда я закончил печальный обряд, Он скачал и, не крикнув, помчался по склону, Как олень, убегая в родные леса. Через год я прочел во французских газетах. Я прочел и печально по ней головой. Из великой экспедиции к верхнему Конго До сих пор ни один не вернулся назад.